Девушки отдыхают Главный садовод Сколько у вас земли? 10 кг Сколько вы сейчас купили садовцы? 100 136 Мы взяли по 4 штуки каждого И хотим попробовать Один посадить в самом городе Другой в деревне за городом В 13 километров Там холоднее градуса на 3 И на поле тоже один И везде посмотреть С городом поле будет в 5 градусов Если в городе будет 35 То на поле будет минус 40 Поэтому мы пока ставим опыт Просто посмотреть Насколько они у нас выдержат Потому что у нас максимум Бросит вот такого Так понятно Еще раз пожалуйста Я сейчас увидел человека У которого 10 гектар И большие планы И мало того Не просто ткнул И что будет то будет А еще и соображал Как работает Так вот Представьтесь пожалуйста Я Дроздов Тимофей Тимофей Основная профессия Ну геолог Нефтяник Ну у нас все Вот кого не возьми Одни инженеры сплошные Все технические профессии Ну да инженеры Вот Вот так вот А я всегда гордо говорю Решаем Теперь не ботаники Не люди Лет 15 проработали Мы по профессии Мы сказали Что наверное достаточно И решили Попытаться К земледелию приблизиться Ладно Дальнейшие планы Все таки смотрите Одно дело Дачный сад Чтобы накормить себя Вот сейчас мы отсюда выйдем Вы допьете чай Так Я выключу этот самый Этот фотоаппарат Вы допьете чай Я вас положу по саду Угощу И это очень важный момент Не только для вас Я должен вам Что-то подсказать Что-то отговорить С таким расчетом Чтобы те кто это все услышит Во первых не совершали ошибок Вот Да и вы тоже А кстати Наверняка раз вы здесь у нас У Железовых Наверняка что-то вы уже знаете Да я где-то третий год смотрю У вас каждый год выписываю Что-то помаленьку Делаю свои опыты Ну то есть я сначала Попробовал вас увидел Попробовал косточки Наказал косточек всех по 10 Попробовал Моих Они проросли успешно Ну где-то у меня получилось Из 10 по 2 по 3 По 2 по 3 Так это уже успех Да Если тысячу выписать Понятно что успех Потом они подросли Маленько сейчас подрастают Там-там-там Потом я заказал В том году и позатом Черенки У меня? Да Черенки мне очень понравились Черенки Слушайте Еще раз фамилию скажите Дроздов Потом заказал нож этот прививочный Вот только первое видео появилось Я нож прививочный заказал Ножи действительно Как вы говорили Из 10 ножей Которых я заказывал Все 10 можно выкидывать Из 10 Нет не все 10 Один мне попался Нож На Валберсе я заказывал Один попался Нож случайный Он был действительно Шикарен Имя нарезал Вот я им Только научился прививать Потом пришел этот Я к нему не могу привыкнуть Ну 8 из 10 получается Прививать У меня по 2 нету Я прививал На то на то На то А ну тогда Придет время Будет 11 из 10 Ну вот Я просто тыкал Мне было это все интересно Я туда приткнул Сюда приткнул По вашему По видео Все просмотрел Когда надо Все И все Ну действительно Все сходится И поэтому Следующий этап Пошел Саженцы Чтобы Годы быстро Убегают Пока мы свои Вырастим подлоги Пока черенки Нет столько времени Ждать То есть Первый Вот этот этап Следующий идет Посадить уже готовые Саженцы Потом Скорее всего Добрать еще готовых Саженцев Если они у нас Перезимуют Нормально И следом Только потом Пытаться свои Как-то прививать Или что-то делать Но это долго Опять несколько лет Растить По двое Пока эти несколько лет В планах Что мы сейчас Пока смотрим Как они зимуют Уже росли потихоньку По двое По двое У нас растут Гораздо медленнее Чем у вас То есть Вот этих косточек Вырастает У нас почему-то Ну не такие высокие Они И тоненькие Очень То есть Здесь Как Сергей Разговаривал Год хватает У нас два Надо Чтобы По толщине Он подходил Да По широте Мы одинаковые А скажите Пожалуйста По географической У вас Последние зимы Вот допустим Приходит Ко мне Письмо Там написано А это Ну Середина Сибири Где-нибудь Допустим Томск Омск И вдруг Пишут У нас Последние годы Не опускалось Ниже 30 Господи Да это уже По чаплике Это Африка Да А у вас 40 Сейчас Последнее время Было 40 Каждый год Примерно Около недели Держалось С каждым Последующим Годом 40 Держится 4-5 дней Потом 3 дня 40 Держится Вот так Все теплее Теплее Становится Но к 40 Приближается Все равно На день На 2 На 3 40 Держится Зимой Хорошо Мне Знаете Что Вот я вас Не просто Слушаю Мне все равно Надо Хоть что-то Подсказать Потому что Мой опыт Шире Сайногорска Намного Шире Вот У меня Когда было Минус 2 Шушенске Было Минус 16 Понимаете А рядом Ж Вот А ко мне Шушенска Едут Я же не могу Их это Обмануть И вот Это просто Один из сотни Примеров Смотрите Все таки Обычно Начинают 10 гектаров Они должны Приносить Какой-то Доход Они должны Кормить Так Ваши планы Входят Смотрите Есть два пути Три Первое направление Это Фрукты На продажу Но Это все На грани Такого риска Второй момент Да Фрукты На продажу Но параллельно И постепенно Плодопитомник Я вам покажу Плодопитомник Не так Как там Бегом А пойдем Я все покажу Вот сейчас Не знаю Хватит ли зарядки Ну посмотрим Не хватит Без этого Без видео Потому что Я за каждого Переживаю Это у меня Такая судьба Ну Хотелось бы Да Чтобы оно И вот Давай тогда Так соображать В ваших планах Есть Потом Поднять Настоящий Плодопитомник Есть Я на камеру Скажу А нельзя Наверное Называть На камеру Такий Такой питомник В Иркутске Есть Я бы несколько Заказывал Показывают Они рекламу Вот недавно Я смотрел Ехали Аж смеялись Показывают По каналу По Иркутскому Своё достояние Говорят Вот у нас Питомник Я все ждал Яблоник Крупного Верю Наверное Хотя бы Яблочко Покажут Но осенью Показывают Показывают И разговор Такой Идет Что мы занимаемся Многие годы Развиваем Селекции И показывают Малину Мы значит Доросли До того Что научились Малину Выращивать Но если У нас начнут Тоже 10 гектар По моему У них Если мы По телевизору Начинаем Уже показывать Малину Мне кажется Мы катимся Скоро Наверное Будем гордиться Но саженцы Это яблони Тоже продают А где они Увидеть Как у вас Чтобы было Яблоко Я сколько Покупал саженцев Которые обещаны Были такие яблоки Но она выросла В ронетку Ну это нормально Это Хоть не замерзла Они должны были Просто умереть Зачем мне Если бы я Десятки тысяч В ходь Разокидывал И каждый Так будет Закидывать Зачем нам Тогда Такие питомники Которые будут Так вот И возвращаюсь Питомник будете Выращивать Пока Я Задался целью Чтобы никого Не обманывать Ни себя Ни вас Никого Пока Они не дадут Плоды И я не подтвержу Вот фотографию Стану с ней Как вы Допустим И скажу Фотографируйте меня С этим деревом Или вот Ну чтобы видели Люди Что это вот Именно здесь Выращено В Иркутске Не откуда Я приехал Ну накидываем 5-6 А Готовые саженцы Берете Через два года Ну два-три года У вас Первые плоды Я к этому времени Хочу подготовить По двое Если он дает Плоды Действительно Вот такие Ну то соответственно Их взять Как маточные И привить Слушайте Вы потратили Солидные деньги Тысяч двести Наверное Ну побольше Даже побольше Да Я не спрашиваю точно Ну больше Двухсот тысяч Купите Купите еще У меня Косточек Хотя бы На 5-10 тысяч Потому что По двое Я каждый год На 2-3 Заказываю Это я заказывал Просто для своих Опытов Посмотреть Понятно Естественно Я буду Косточки брать Это даже не Оговаривается Косточки я буду Однозначно брать Потому что По двое Я ничего не возьму У нас нету Ни абрикосов Ничего Я их не возьму Эти косточки У вас вообще Пустые Без них Мне никак Не обойтись Мы посадили Вот эти вот Весной Которые вы мне Отправляли Они у меня уже Ну Не метр Но чуть меньше На этом же поле Которое Я их посадил Они чуть меньше Метра Уже растут Так Плохо растут Плохо растут Поле Жидкое Суглинок Так Суглинок Не для абрикосов Ну а я что поделаю Я же не могу Ну походим Я вам покажу Свою землю Скажу Что-то надо делать Посоветуемся Ну вот я говорю Я специально Из-за вас приехал Мне вот тоже Надо было Именно ваш совет Что можно с этим сделать Чтобы Понятно Я же не могу Десять гектар земли Привезти Ну может и смогу В дальнейшем То есть Затрачиваясь На это Мы можем Сможете Будете брать землю И делать холмы Да Мы холмы Знакомой технологии Да Я же по этим холмам Все проверил Я пока не проверил Я никуда не поехал Я за три года Все проверил Вот далеко пойдете Все ваши слова Сначала Как я на попал Смотреть И начал с косточек Проверил косточки Проверил черенки И вот пошел Пошел Все что вы говорили Все проверил Все работает Все не вымерзает И от этого поехал Проверил черенки И дай бог вам по книжному Садить деревья Да Вот По книжному Удобрения Я тоже все Вы огромный труд Огромные затраты И главное Погибнут Это я уже Не десятками Но лет пять Я так губил Эти ямы Копал Все 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 Пока не наткнулся На вот Ваше видео И вот Проверил холмы Как на грунт Насыпал Все действительно Просто быстро Секунды делов Посадил Не трогал Третий год Хожу только наблюдаю Но были саженцы Плохие Вот Видите Это рядом Тут же Переключи Получится Телеканал Это самое Усадьба И опять Эту яму Метр на метр Заставить Мне людей Жалко До слез Из-за этого Люди бросают Землю Да Из-за этого Много земли Брошено Никто перестали Вообще Как это сделать Потеша Никто не знает Или выключить Выключить Вот А я только сейчас Понял Что он По ушам бьет Телиза Так Ладно Смотрите Земля Поищите Она должна быть Довольно скудная Этого я про абрикосы Говорю Вот А В общем Ой сколько Вам Да вы с дороги Вы бедные Нарвались на фанатика Вы же побрете тут Нет Я же сам фанатик А ну Вы многое знаете Теперь Следующий момент Значит Землей поговорили Так Ассортимент Вы брали все подряд Все по 4 взяли Я на моих глазах Сергей персик выкапывал Всех по 4 Персиков по 4 взяли Так Дело в том Я заказывал в том году персики Просто На В косточке выращены Ой-ой-ой Дайте-ка сюда Дело в том Что я же С вами общаюсь Не только ради нас С вами Ради всех Так Абрикосы Все супер взяли Так Яблони Все супер Кстати Я белый налив Теперь уже Так Пересмотрел Это все Следующий момент Знаете Какой будет Вы будете Выращивать Допустим Промышленный сад Вот Все с яблонями Не связывайтесь Больше Пока не пройдет Эпидемия Ну не знаю Пока у нас не болеют Я ваше привил Растет Шикарно Прям мощно растет Могут привезти К вам К нам привезли Ну скорее всего Нет я имею ввиду Не садите Яблони сотнями Это Ну понятно Можно показать Сейчас проще Груши Я буду угощать Сладчайшими грушами Значит Морозостойкость Уже достигла яблони Они всегда Были слабее Но Уссурийская груша Подвозь Сделала чудеса Дальше Значит Слива Вот так Ну опять Только супер взяли А где китайки Китайки у нас же Такие же По моему Растет Ой А ну если такие же Ладно Точно такие же Я посмотрел У нас даже крупнее Почему Так Персики Персики взяли Так Это все Вот это Закончилось Или еще там есть Нет Все это Ага Ну все сорта Которые были Так Понятно Я к тому Что надо что-то сделать Основной промышленной культурой Да Я в данный момент Считаю груши Почему Сливы Это такая Казалось бы Вон Сливы Вот Сейчас хотите Пойдите Собирайте Мы не смогли Собрать Допустим Да Вот Пример такой А Они так быстро Портятся Как промышленная культура На грани А грушами быстро А грушами Смотря что Я сейчас буду Угощать Теми Которые Все еще На дереве А вы уже будете писать Какие Нарядные Ефимова Московская Осенья Память Яковлева Еще каждую Попробуйте Замачиво Ну в продаже Важно Тоже Действительно Их довести Их же не купить Довести Да 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 Допустим В течение Дели Двух Трех Да И если Допустим Она у тебя Портится За два Три дня Ты же не сможешь Интересно Знаете Тысячу деревьев А потом Когда придет Сезон И они все Портятся Тут конечно Надо прийти К какой-то Культуре Которая будет Хотя бы Сколько-то Хранится И будет Годных Качеств Так И еще Что хотел Сказать Раз Остановились На грушах Летние Портятся Хотя Самые сладкие Зимние Все равно По качеству Уступают Остаются Осенние И вот Сейчас Вы приехали Сегодня У нас Сентябрь Значит Какой Пятый Шестой Шестой Вот Вот сейчас Вот на этом Зациклимся Потом Эта память Отложится Потом Вы у меня Достаете Эти же Если есть Или нет Семена Выращиваете Грушевые Подвои Потом Дай бог Я буду жив Это не Сергей Я занимаюсь этим Потом Сейчас Было бы Куда натыкать Этой же Зимой Купить у меня Эти же черенки Вот Потому что Годы терять нельзя Они уже Сейчас Мы боимся Годы терять Поэтому Берем готовые Саженцы Годы потерять Это Очень Теперь Теперь так Мы с вами Сейчас Дело в том Что вам намекали Нет Что им Срочно надо В город Сергей Встань А нет Нет Мы чай пьем Нам тоже Сильного времени Тогда Стрелять 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 Стрелять